И снова всем привет, с вами Леторн, и мы продолжаем прохождение игры в привальцах Этернице 2 в Дэдфайр. Как вы помните, ребят, в прошлой серии мы с вами закончили с Кругспуром. Сейчас посмотрим, что нам нужно сдать по квестам и куда отправиться дальше. Благотворный союз. Вернуться на Орео Каике. Сомнительное предложение. Вернуться в Мертвый Свет. Вернуться к Директору. Я решил не помогать Мастеру, оказывается он будет недоволен, но может быть он поймет, что стоит за моим решением. Так, Директор, это скорее всего, наверное, Валянскую торговую компанию, я так думаю. Течение Кругспура. Латунная Ситадель. И гадкий груз. Это на Орео Каике. Ну, понятно. Это при счету Беккарна у нас уже не горит выше уровня. Можно будет посмотреть на него по дороге. Так, какой-то корабль. Кругспур превращается в тонкую полосу суши на горизонте, когда вы замечаете приближающийся флот. Это боевые корабли Рооатай, которые идут на большой скорости, ощетинившись пушками. Они приближаются и вы видите, как знакомая фигура снимает капюшон и возвышает голос, обращаясь к вам. Хранитель, это на самом деле ты? Кана Роо с радостью улыбается, отталкивает ошеломленного капитана в сторону, чтобы от борта рассмотреть вас получше. Кана, надо бы догадаться, что я тебя здесь встречу. Ты ведь всегда оказываешься в тех местах, которые стоит посетить. Где ты был? А, что? Я записывал все, что происходит. Меня сюда отпускать не хотели, но я раскричался и... Ну, кто же скажет, что любимому певчему императора нельзя отправиться на войну? Вот же в университете удивляться, снова услышав твое имя, Кана широко улыбается. Они скажут, что все это как-то надумано, но что поделая, жизнь бывает очень странной. Очень приятно тебя видеть. Я по тебе очень скучаю, по нашим приключениям. Я знал, что ты жив. Чтобы хозяина Кайднуа убили, не может такого быть. Это после бегства из рушащейся ледяной пещеры, после победы над драконом из Адры, после победы над самими богами. И только для того, чтобы тебя растоптали огромными ногами, ерунда. Так истории не сочиняются, Кана складывает руки на груди. Мне пора. Да, теперь у нас у обоих масса обязанностей. Нет, ты подумай, обязанности у меня. Кана негромко смеется. Да и капитан нервничает. Береги себя, мы еще песню напишем в твою честь. Капитан наконец-то умудряется добраться до борта и сдержанно кланяется. Чистого неба, Али Торн, большое спасибо. Мы займемся обороной порта. Бойцы Роу Атай, собравшиеся на палубе, одеты в тяжелые бригандины. И вооружены сверкающим оружием. Кажется, они готовы к любым трудностям. Кто он? Мы Рукуапа, самый опасный из бойцов ранга Нуи. Солдаты рядом с ним одновременно поднимают руки. Кана поступает так же, застенчиво улыбаясь. Атсура не говорил про корабли Роу Атай. Ему явно некомфортно. Не буду делать вид, что разбираю в делах Атсуры Нуи. У меня приказ зачистить порт от пиратов и работорговцев. Спокойного моря. До встречи. Он скрещивает руки на груди, его корабль удаляется. Так, ну что ж. Хорошо. Смотрите, давайте пока мы плывем. Значит у нас Бекарна есть, потом есть Рату Нурнокс. Он который посреди зубов Маграя, мы туда еще не знали. А вот Весалья Огненные Стопы находится возле Коу Рикуху. За голову этой Наги заплатят хорошую цену. Весалья, вот она кстати. Можно в принципе сюда, а потом на обсерваторию. Так, а там у нас еще был какой-то капитан, которого нужно грохнуть. Сейчас посмотрим, как их там зовут. Клара. Тоже на Коу Рикуху, где-то там он находится. Вот кстати он, смотрите. Так, ну здесь его уже нет. Вот он где. Куда он поплыл, куда он поплыл. Вот он. Да, догонять его приходится. Так, ну что ж. Манат 10 уровня. Ну и Бортаж, потому что у нас кораблик послабее. Тоже на Коу Рикуху. На Коу Рикуху. Да. Ну и Бортажа. Так, раз, два, три, сюда, подождите, раз, два, три, сюда, так, а вот пускай сразу начинает кастовать свои стенки. В общем, подтормаживание, ребята, все так же есть, к сожалению. Криты летят раз за разом. Кстати, получается, паралич вызывает, видимо, вот это вот. Стенка. Это хорошо. Так, разделить монеты с экипажем. Зелья крепкого тела, зелья среднего исцеления. Пушка какая-то, корейский бронзер. Так, ну хорошо, с Куарой разобрались. Теперь я хотел вассаленные стопы заглянуть сюда. Кстати, вот эти все страхи, можно на них что-то делать или нет? Заключил музыка. Так, можно услышать. Так, эссали обменная стопа. Вот она. Научала брошенную деревню, заглянем. Вместо небольшой деревушки вана вас встречает куча обломков, потому что была главная улица и приткнулось несколько оврагов. Приблизившись, вы понимаете, что это не овраги, а следы огромного существа размером с целой ногой. Возможно, в развалинах еще осталось что-нибудь ценное. Волнистая губка, перит, лепешкатаар, пальмовый камень, лепешкатаар, все. Хорошо. Ну что ж, эссали обменная стопа. Вон они, видимо, наги. Резлокация снова только для боя. Больше ничего не приспособлены. Так, давайте Аллота и Серафена оставим вот здесь. Остальные пускай будут здесь. Так. Награда же была. И еще, эссали мы убили. И еще, эссали мы убили. И еще, эссали мы убили. Так, Аришия дает мне Нерешительность Плюс 5 скорости действия Щит за руку от урона все Продолжение среднего воздействия Плюс 7 пробивания Минус 10 времен Плюс 15 креслости Все из этого довольно неплохое На этот амулет наложил чар Особенно нерешительный волшебник Он так и не смог определиться Какой эффект должно производить его творение Поэтому он начинал и останавливал процесс несколько раз Всякий раз придумывая что-то новое Когда он закончил, то заметил, что энергия души в амулете нестабильна И каждый раз без какой-либо причины Но он производит новый эффект Так, ну здесь получается больше делать нечего Гоевая локация Все-таки локация очень красивая Так, ну что ж Идем Видите, какое-то неопознанное место Расселенно Давайте заглянем Раз уж и на неопознанное Правильно? Почему нет? Еще вот этот вот не следанное Часточек небольшой Так, а Тут, конечно, скорее всего ничего нет Но вдруг Так Где-то на козу на нос Вот она Да ладно, мели какие-то Вообще мы сюда отправимся Когда мы на Матарова Козы пойдем Поэтому Это пока не будем осматривать А вот неопознанное место Смотрим Какая-то гора такая Смотрите, красивая И возле нее что-то горит Будто бы Так, ну давайте сначала зайдем на одинокий берег Двигаясь вперед по дороге Но вы вдруг видите едва Заметную дымку Прошу прощения Как будто на вас упала чья-то тень Вы осматриваясь, не понимая, что это Воздух кажется плотным Словно тяжелым от невидимой энергии Дорога впереди выглядит безопасной Но внешний вид уже не раз вас обманывал Я не чувствую ничего Что напоминало бы обычную магию разумных рас Рекомендую быть осторожнее А вот перелистывает страницу своего гримуара Внимательно осматривая окрестность Осмотреться вокруг Так, тут получается Нужно что-то Ну давайте Зоки пускай смотрятся В стороне от дороги возвышается большой камень Когда вы подходите к нему Ваша голова немного плывет За камнем вы находите странную коллекцию камней и палок И небольшой, зловещий, мерцающий, дикарский тотем Его могущество искажает ауру вагу Ну и что же тотем Несколько сильными ударами вы превращаете тотем в груду обломков Воздух немедленно очищается и гудение, которое вы слышали до этого, сменяет раздающийся рядом шорох Большой нага с шипением выползает вперед Его раздвоенный язык мелькает между длинными клыками Как исты палец направлен прямо на вас Еще несколько Наг шипит ему в ответ И появляется весь отряд с клинками на голову Ну, а так бы мы не разрушили этот тотем И они, скорее всего, тоже бы на нас напали Но этот тотем, скорее всего, давал бы нам дебаф Как мы знаем, есть такие наговские тотемы Ладно, даже не будем никакие заклинания специально использовать Так, порубаем их немножко Надо, наверное, убрать камеру с критов Потому что слишком часто она стала вот это вот приближать Да, не очень комфортно Хоть и зрелищно Так, ну, здесь ничего интересного Кровь рептилии и коралловый меч Наги Кровь рептилии и коралловый меч Наги Еще один коралловый меч Наги Все, здесь больше ничего нет, да? На всякий случай приближаемся Ну, по идее, здесь максимум мы, может, какое-то растение найдем Да, ничего здесь нет Ладно Ну, давайте теперь заглянем в брошенную деревню На склоне холма Приятелась небольшая деревушка Стоит полная тишина, если не считает свисты ветра в открытых окнах Приблизившись, вы обнаруживаете на улицах давно разложившиеся тела Многие кости раздроблены зубами какого-то крупного хищника Башмаки белизны Плюс два класс защиты ледяной Решительность плюс один Устойчивость к воздействиям ловкость Неплохо Пальмовый камень Все Так, расселена у Энуры Давайте заглянем В мере того, как вы продвигаетесь на восток, джунгли становятся все гуще Лучи поляршего солнца не проникают через кроны деревьев Но даже в тени здесь стоит удушливая жара Во влажном, густом воздухе не смолкает согласное гладение насекомых Позериско уходит вверх И вы поднимаетесь все выше и выше, превозмогая нарастающую боль в ногах Джунгли расступаются, и вот вы оказываетесь на вершине длинного гребня Перед вами возникает широкая пропасть Она простирается от гор на севере к морю на юге А дно ее где-то глубоко, его не видно в темноте Удивительно, но через пропасть перекинуть канат Давайте осмотрим канат сначала Даже не знаю, что сказать, говорит золотиновит Обычный канат, наверное, можно по нему перебраться Обыскать окрестности Вы не находите ничего подозрительного, никаких признаков ловушки Около камня, за который закреплен канат, видно множество следов Как островитян, так и огров Следы свежие, и ног здесь было несколько пар Пребываться видом С вершины утеса вам видна вся западная сторона острова Сверкающее синево море уходит за горизонт На юге виднеются острова по реку Вы даже можете различить свой корабль Непокорный стоит на якоре у берега Такое ощущение, будто вся восточная сторона острова вырвалась из-под земли Или западная пустилась, едва не утонув морем На северо-востоке из крон деревьев поднимается тонкая стройка дыма Я так понимаю, ты не знаешь, что это за место С кем это поговорить надо? Давайте зоти Понятия не имею, отвечает зоти Давайте с Эдером Знаю, это отличное место, чтобы испытать веревку Серафен, это может быть расселена у Энуры, капитан Мне как-то раз или два рассказывали про нее истории Говорят, она глубже даже, чем само море Только это глупость какая-то, она же на суше находится Лот, понятия не имею Ладно, перебраться в другую сторону Давайте попробуем Вы беретесь за канат двумя руками Охватываете ногами Повисаете на нем, раскачиваясь Канат стонет, но держится Примещая одну руку, потом вторую Вы карабкаетесь по веревке И, наконец, добираетесь где-то до середины пропасти У вас дрожат руки, горят ладони Оставшийся еще путь дольше, чем тот, что вы уже проделали Продолжайте идти Вы продолжаете движение через пропасть Капельки пота стекают с вашего лица и падают вниз в бездну Тем не менее, вам удается в безопасности прибраться на ту сторону За каньоном джунгли уступают место широкой поляне На которой тут и там виднеются громадные деревья С тяжелыми от плодов ветвями Джунгли уходят к горам, к северу На юго-востоке видим крутой склон, уходящий к берегу моря Однако ваш взгляд притягивает несколько иное зрелище На одном из деревьев, почерневшем отлизавших его языков пламени Повешено за шею несколько мертвых тел Ты видишь, это хранитель? Это ведь не очередной кошмар, верно? Зоди слегка мощность переводит взгляд с одного мертвого села на другое Это же не сон, верно? Слушай, если бы мне хотелось пребываться на такие зрелища Я бы дома остался Плотно сжав кубы, Эдр отводит взгляд из моря в землю Ваше внимание привлекает движение и громкие голоса Вы с изумлением видите, как у ствола дерева Припираются четверо членов вашей команды Мы должны похоронить их Они бы этого хотели, и сами боги того требуют Ручить старый Энгрим Конечно, отвечает Читупек Вот только обшарим, как следуют их карманы У них карманов не водится, измечает Эрена, строго говоря Вонит с их муром, подглядит на дерево А что, кроме меня никому не интересно, кто такое мог сотворить? Это явно не звери и не островитяне Хочешь сказать, Огар не стал бы развешивать трупы? Спрашивает Читупек Потому что я думаю, что это следы Огара Широко раскрыв глаза, старый Энгрим вытягивается в стронку Капитан! Что вы тут делаете? Читупек кашляет и говорит, указывая на дерево Мы искали припасы, капитан Непокорный стоит с полупустыми трюмами Я думаю, на это стоит посмотреть повнимательнее, а? Как вы вообще сюда попали? Эрена Багвей слегка обижена Мы моряки, капитан Мы умеем карабкаться и все такое К тому же, добавляя Читупек, там была веревка Выходит, канат через пропасть был не вашим Нет, капитан Отвечает Ваница, отчислицательно помотав головой У нас и канатов-то нет Разве что на трюме На корабле в трюме завалялся У меня есть канат, арширочный Тупек Восемь футу длиной, между прочим Это вам не припасы, это тела Срежьте их и похороните как следует Старый Энгрим улыбается и отдает вам честь Так точно, капитан Мы-то че же все сделаем? Вытащив ножи, не спешит кирил Через несколько минут к вам подходит Ваница Прошу прощения, капитан, думаю, вам стоит взглянуть на эти сандалии Они необычные Наряд демонстрирует вам пару сандалий Ивана Перепачканной сажей, но вполне приличной Мы получили предмет Следы Ахутаки Божественное вдохновение Применение заклинаний уровнем плюс один Две штуки Клад жрец Крациозное сдвижение Ловкость плюс два Путь милосердия Наносимое лечение плюс десять процентов Отлично Вы подходите к дереву На его сучьях Упитанные грифы сидят с царями Глядящими на свои владения Смотрите крестность Поискать присутствие духов Таковым зрением вы видите духов Почти не прилагая усилий Когда вы открываетесь им Их присутствие захлёстывает вас Могучей волной обжигающих мучений И ледяного страха Иноземцы толкают вас плечами и локтями Тычут мечами и копьями Их доспехи слишком тяжёлые Для архипелага Сияют в свете огня Будто бы их обладатели Преисполнены благодать Вы сплёвываете Нет никакой благодати В этих безбожных грабителях Они убили юного друида Сломали посохи старейшины И украли травы целителя И теперь они жгут дерево Амиры Засверкают ли на нём вновь все цвета Известные богам и смертным На фоне лазурного купола небес Вы молитесь чтобы это случилось Молитесь Амире Мгате Молитесь Рекуху И Кохопе И Тангало И Ликом Тоамувай Чужостранцы отрезают куски верёвки От длинного мотка И вы задумываетесь Что ещё они могут у вас отобрать Ведение резко заканчивается И утекает Как вода с корабельной палубы Не хочешь использовать свой фонарь зоти? Торжественно кемов Внутренняя звезда Поднимает фонарь И резко встряхивает Пламя вспыхивает И вырывается наружу В точно луче умирающей звезды Втягивая в фонарь потерянную душу Ставит дерево в покое И продолжит путь Вы пересекаете поляну Оставляя жуткое дерево за спиной И вновь заходите в жунгли Обрушившаяся угольная шахта Интересно Такая небольшая мини-история Мне нравится Вдалеке вы замечаете шахту Чей вход едва виден За заслоняющими его деревьями В принципе в шахте Вы уже совсем рядом с шахтой Когда до вас доносится Сотрясающей землю Грохот взрыва С веток деревьев Срываются испуганные стайки птиц А из зелой пещеры Вырывается густой облако дыма Ну что ж Я так понимаю, что Напомни мне здесь не использовать котящееся пламя Ну ладно, напомню Я так понимаю, ребята, что это как раз Ну вот зачем это было, чертов ты громила Нам нужна была одна бочка Одна Вот, сказала бы ты мне об этом раньше Так нам бы вся шахта досталась Кто из нас таскает за собой пушку? Уж ты-то должен знать, что такое взрывчатка Друзья, проблема вполне решаема У нас предостаточно пороха Не, ничего не выйдет Ну конечно, вот теперь Ты отлично знаешь, что делать с порохом Да отстань от него уже Лопату вот лучше возьми Сам бери Лучше на шухере постою Лопатой пусть кто покрепче машет Не смей спать, как в прошлый раз Понятненько То есть это, видимо Те как раз ребятки Опа, 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 опа Видимо, как раз те ребятки Которые, собственно И напали на Те, кого повесили на деревья Ладно Ну и дерьмовый же дерьмовый Ничего Нормальный 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 Че Рапера хорошего качества Гримуары чеи Испепелитель Бомба Так, груды пороха мы трогать не будем В темноте далеко внизу Мерсают остатки места раскопок Так, мы давно не сохранялись Электробомба Электробомба Испепелитель Ну, короче, кучу бомб Это хорошо Шкуры пахнут плесенью И застрелом Тут какие-то ребятки Назрак, Чей И Тайра И там еще Вот туда кто-то вроде бы уходил Так, ну, наверное Давайте сохранимся Мне уже не очень кажется, что Так, так, так Ребята, ребята Стоим, стоим, стоим Пускай они к нам подойдут Ладно, будем среди пороха драться Бомбочечки взорвались Но из них пока еще порох Продамажило порох Наверное, надеюсь, что он не сильно дамажит Этот порох Нормально так влетело Хейерверк Бомбы всяческие Кольцо регенерации Здоровье восстановлено Понятно Ну, ничего такого Чтоб я сказал Что это прям вау Нет, кстати Кольца у нас везде Тут где-то Где-то На всех наших ребятах Да, по-моему Кольца уже давно На всех надеются Ну, давайте пока я помню Что кто-то же туда уходил Один Что-то типа Так О, отлично Морозная бомба Ну, короче, снова всякие бомбочки И открытое мистичко Пиламутр и золит Чтобы расчистить вход в эту пещеру Бригаде шахтеров понадобится как минимум месяц И что, вот это вот все Ага, вот бочечки Морозная бомбочки Ну, ладно В принципе, запомним Что здесь, если что Была какая-то угольная шахта И теоретически Здесь возможно Со временем Что-то будет Но Не знаю Пока это просто выглядят Какие-то Бандюки Которые попытались Шахту ограбить И все Ничего такого серьезного О, название острова Майн Айландс Ну, майн В данной ситуации Это Шахта Видимо, вот таким образом Острова и открываются Здесь Так, ну Вот Обсерватория Беккарне Давайте тогда Выкликать Сюда Плащем Мели Лучше на очков Отлично Так, вот и Обсерватория Беккарна Сохраняемся Давайте Почитаем Предысторию Круг верховных магов Считает, что Эта сможет нанести Архипелагу Огромный вред Исследования Лошебницы Беккарне Помогут избежать Катастрофы Аркимир отправил Меня в ее Обсерваторию Но не только Круг интересуется Открытиями Беккарне Так как Черепки пропали Относительно Недавно Это вполне Может означает Что здесь Довольно Серьезные Враги Поэтому Не будем Особо Спешить Свиток Камней Белинусов Свиток Потока Пламени Какая Положатка Опа На библиотеке Ты не можешь Найти Нужную Книгу Смотри Внимательнее На слова А не на картинке Так Здесь Кто-то Ищет Какую-то Книгу Ну Ладно Либрид Рваного Знамя Тут Дверка Закрытая Какая-то Еще один Какой-то Тип Охотница Предмет Для задания На этом Свитке Записан Текст Легенду Ана О созвездии Одна Фраза В тексте Подчеркнута Надев Перевязь Охотница Отправилась Из деревни Поднявшись На холм Она осмотрела Лежащую Впереди Дыру Какая-то Загадочка Ребят Загадочка Поднявшись На холм Никакую Перевязь Ладно Давайте-ка Наверное Подеремся Только Осторожно Я вижу Пока только Двоих Но я уверен Что их Заспочишь Так Так-так-так Так-так Роту Надо вывести Так-стоп Начало Отвлечь Его А вот Давай-ка Ты Сейчас Не будешь Умирать По возможности Танцы Хэмми Танцы Хэмми Танцы Отлично. Ух ты, ребята, у нас тут гости. Опа, опа, у нас еще гости. Так. Так, 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 ребята, это мне уже не очень нравится. Отлично. Отходим, Алотик, Алотик, подходим. Вот так вот. Молодец. Отлично. Пока все не плохо. У нас остался только какой-то маг один. Ну и еще несколько врагов. Так, давайте ядро подлечим все. Так, здесь мы сделаем. Так, я что-то... А, вот, все. Я вспомнил. Теперь нужно персонажа накидывать. Все. Отлично. Мы убили мага. Это была самая главная проблема. Пластинчатый шлем, пластинчатый успех. Так, колечко. Малая защита у нас есть такое. Пистолет отличного качества. Хорошо. Маг. Отличный скипетр. Кольчужный успех. Отличного качества. Омлет большого здоровья. Осенний плащик. Галета. Ну, черт был страшнее, чем его рисовали. Ладно. Но я думаю, что это еще не все. Почему-то мне так кажется. На этой зачарованной дираме изображен не тот остров, где вы высадились. По крыше каменной башни бродит миниатюрная фигурка. Так, вон еще, видишь, враг сверху. В общем, какой-то остров здесь изображен. То есть нужно искать такой остров, что ли, недалеко. Возможно. Свиток Столпа Ронавиора. Надпись на одной из страниц гримуара гласит каменеющие чернила колокольц. Боевой пес и трикстер. Хорошо. Реагент. Анимантия в современном мире. Последняя запись дневники Джонаса. Сын мой, завтра я стану чучелом. Завтра я стану воплощением Скина на Иоре. Завтра мой хозяин удавится своим хлыстом. Уже несколько месяцев мы встречаемся на тайных собраниях и планируем кончину нашего хозяина. И при этом работаем на полях так, будто наши сердца спокойны. Скин учит нас клонировать разумом, сохраняя бесстрастное, непроницаемое выражение лица. Честные бои подходят тем, у кого есть армия. Безмолвный раб – это наш точильный камень. То, что задает нам цель. В поклонении ему наше тело становится целенаправленным, ясным и возможным. Завтра мой хозяин удавится своим хлыстом. К тому времени, как ты это прочитаешь, я уже буду мертв. Молю Скина о том, чтобы он не покинул меня из-за того, что я говорю о своем плане. Мой сын заслуживает знать, как умер его отец, ибо я добровольно решил стать чучелом. Скин заселит мое тело и использует простую плоть старого фермера в роли куклы божественного гнева. Меня побрили и умастили, а завтра утром я останусь с твоим отцом только по имени. Мое мужское достоинство отрежут, мой нос и уши отрежут, а мои бесполезные глаза смертного заменят на кремниевые камни, через которые Скин увидит мир. Сыно, сын мой, прости меня за ложь, которую я тебе рассказывал последние несколько сезонов, но Скин требует скрытности. Даже твоя мать ничего не знает о моей тайной службе безмолвному рабу. Проклинай мое имя, если того хочешь, но не плачь по мне, ибо я умираю, чтобы сделать наше общество лучше. Стереть порочность нашего хозяина с лица и оры. Завтра мой хозяин удавится своим хвостом, ибо завтра я стану чучелом. Зимородок. Пример для заданий. На этом свитке записан текст легенды Уана о созвездии. Одна фраза в тексте подчеркнута. Когда на пути сгустился туман, охотница кромко засвистела и призвалась забородка. Тот порхал в воздухе между ее глаз и пел о том, что ждет впереди. Пока я не понимаю ничего. Мемуары повитухи. Моя мать прожила каждую так, ну не знаю. Пока не будем читать. Я думаю просто с собой, это вроде как не предмет для задания, как видите. Так, ну что. Ну, замечательно. Критами уберем. Это еще не все? Ну нет, вроде бы все. Ну ладно. Потрясающая бомба. Зинник безымянной пиратки. Выдержки из дневника безымянной пиратки о пропавшем корабле королева рыбаков. Захватим. Почитаем, возможно потом опять же. Я думаю, что это еще далеко не конец в отношении того, кто нас здесь ждет, ребята. Далеко не конец. Потому что здесь много закрытых комнат. Вот одна из них. Крохотная табличка гласит. Корабль «Горизонт» под командованием капитана Ракуа потерпел кораблекрушение в своем последнем путешествии к затерянному острову Укайза. Куча, свиток луча огня. Ага, здесь вроде больше ничего нет. Хорошо. Так, вот дверь, которая открылась после того, как мы начали бой первый, я так понимаю. Плеврет. Рваного знамени. Он один тут остался? Ну ладно. Интересно, почему он с нами не пошел? Со всеми острыми. Ну ладно. Нам, кстати, надо бы отдохнуть. Потому что у нас двое... Он еще подхилился. У него полное здоровье. Постоянное восстановление на нем какое-то лежит, видите? Причем оно как-то по секунду нарастающая защита. Слушайте, это какой-то злой враг, как вы можете заметить. Ну вот. Осколок обсидиана. Так, ну здесь вроде бы нечего осматривать. Так, здесь есть планетарий наверху. А получается, все остальное мы уже осмотрели. Мы отсюда пришли. Большой архив. Диорама. Кабинет Беккарне. Получается, в планетарий нам надо теперь. Так, что-то мне это напоминает, ребята, очень напоминает. Не знаю, играл ли кто-то из вас в Puzzle of Exile. Там вот прям очень похожая есть локация. Причем появляешься, выходишь так же, в таком же месте. Хранитель, спроси, есть ли у них изображение Хель? У кого у них? Давайте посмотрим, что там обновилось. На самом верху сельской станции находится планетарий. Стоит взглянуть на него поближе. Ну, сейчас глянем. Надо только сначала понять, нет ли тут врагов. Опа. Концелот какой-то. В общем, здесь видимо будет битва с боссом, ребята. Битва с боссом. Ну. Давайте попробуем. Так. Тогда мы. Точнее, так вот делаем. Скрышенная фигура, обтянутая сухой кожей, скелет сжимает в костяных пальцах свиток. Кожа похожа на старый пергамент и с каждым движением грозит оторваться. Он поднимает на вас горящие глаза. Нет. Нет. Я видел, как ты умер. Погиб под развалинами своего замка, памятника твоей гордыне. Концелот какой-то. То, что осталось от его губ, раздвигается в их молки, обнажая длинные зубы без десен. Эй, это же наш черепок. А мы уже думали, что потеряли тебя. Ты так вырос, у тебя даже тело теперь есть. Молчать. Я наслушался твоей болтовни на несколько жизней вперед. Концелот скалит зубы, глядя на Эдор. Ты снова путаешь мне все планы и снова мне придется наказать тебя. Он сжимает свиток в кулаке и прячет его. А я все думал, что случилось так. Я оставил в своем мешке место под твой череп. Я все думал, что случилось с моим маленьким питомцем. Не трать время на воспоминания. Дни, которые я провел в твоей тени. Дни, когда меня кололи копьями и кинжалами. Эти дни остались в прошлом. Конец нашим омерзительным отношениям. Не надо сражений. Я просто хочу вернуть наш маленький череп. Остальное можешь оставить себе. Не смей ко мне прикасаться, собака. Не знаю, что спасло тебя в Крэгхоль... Но больше оно тебе не поможет. Судьба вновь свела нас лицом к лицу, чтобы я мог исправить ошибку. Даже одно из этих оскорблений не простительнее. Один-два вид омерзительный. А вот как напыщено для кого-то столь бескожего. Бескожего? Что ж, воспользуйся твоей кожей, чтобы написать заклинание, от которого вянут уши. Оно прямо смотрит на лоту. Кстати об омерзителям. Разве я тебя не убил? Мало что радует меня больше, чем захлопывание двери, открытые привратником. Его хмылка становится еще шире. И если круг послал тебя, чтобы помешать моим исследованиям, я сделаю из твоих останков чучело, которое будет отпугивать других горемых. Носители рваного знамени осаждали Крегхольд. Почему же теперь они служат тебе? Уверен, этот свинорылый командор Баларин хихикает, когда кто-нибудь упоминает колесо, которое он зовет домом. Носители знамени преданы лишь тугому кошельку, а моих денег хватит на несколько жизней вперед. Он складывает костлявые руки на груди и сердито смотрит на вас. Как ты оказался в архипелаге? Я хотел отомстить тебе, разрушить твой замок, но этот ходячий по морю адровый индюк лишил меня такой возможности. А потом мне осталось лишь выбраться из Дирвуда и доползти до пристани, съев пуд пыли по дороге. Он почесует подбородок и подмигивает вам. Потом я приплыл в архипелаг, как и все на корабле. Откуда такой интерес к обсерватории? Эта выскочка Беккарна могла быть не настолько сумасшедшей, как мы думали. Круг скептически отнесся к его теориям о глубоком колодце с энергией в архипелаге. Все изменилось, когда я ощутил его пульсацию. Он делает жест, будто хватает что-то невидимое. А если ты здесь, значит Круг тоже это почувствовал. Если бы ты нашел, что искал, тебя бы здесь не было. Вот это проницательность. Теперь, если ты закончил с разоблачениями, у меня много дел. Кривясь в конце лот поднимает костлявый палец и бормочит себе под нос какие-то заклинания. Так, ну что лот, давай-ка поработаем немножко. В конце лот, кстати, так-то уровнем повыше, чем мы привыкли. А еще у меня лота почти убили. Все, хватит за мной гнаться. Так, хватит меня бить. Так, в конце лоту не так-то просто нашатывайте, ребят. Я, кстати, не помню, кто это. Если помните, расскажите. Будет интересно услышать. А ну-ка, доминирование сработает? Нет. Под доминированием сработало, отлично. Девушки отдыхают. Не так-то, что это все. А ну-ка! Что-то, 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 не то, что-то... Не так-то, что-то, что-то, что-то. Ну-ка! Здесь, где-то, что-то, 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 что-то... Блин, лота нет. Лота нет. Главный персонаж с какой-то дрянью. Видите, типа цель, я не знаю, что это такое. Ну, в общем, в следующем, наверное, в следующей серии мы будем с вами пытаться его победить. Потому что сейчас он нас подчистую разложил, ребят. Благо он вроде не кастует никаких прям ваншотящих заклинаний, поэтому я думаю, что мы с ним сможем справиться. Так, давайте отойдем сюда. Вот так. На этом мы сейчас серию с вами закончим, потому что время уже подошло к концу. Следующее мы уже не спеша будем пытаться с ним драться и посмотрим, что из этого получится. Сегодня мы и так достаточно неплохо потрудились. Что-то я опять не то делаю. Ну что ж, ребят, на сегодня это все. С вами был Элиторн. Спасибо за просмотры. Напишите комментарии, оставляйте отзывы, задавайте вопросы. Делитесь видео с друзьями, подписывайтесь обязательно на канал. До следующей встречи.